Дальневосточное турне Акбарса и контроль Соревнования по бадминтону в рамках спартакиады вузов Спартакиада КФУ по гиревому спорту Баскетбол, гость студии, капитан женской сборной КФУ Дарина Митюгова Вне зависимости от времени года мы нашу программу, как всегда, начинаем с обзоров матчей Рубина и Акбарса Команда Белелединова на этой неделе отправилась в дальневосточное турне в гости к Амуру и Адмиралу А Казанский Рубин на сборах в Турции провел два контрольных матча против команды из российской премьер-лиги Ахматом и ЦСКА За всеми матчами наблюдал наш спортивный обозреватель Рустам Габасов и все подробности далее в его обзоре Всем привет! С вами Рустам Габасов и мы снова возвращаемся к вам с обзорами последних матчей Акбарса и Рубина Давайте начнем! Акбарса ожидала выездная неделя Аж четыре матча казанца привели в гостях Два с Адмиралом из Владивостока и два с Хабаровским Амуром В первом матче 14 февраля с Адмиралом Акбарс открыл счет уже на третьей минуте встречи Илья Сафонов точным броском открыл счет На 25-й минуте Александр Адулов получает удаление на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой Но подопечные Берелядинова, находясь в меньшинстве, смогли удвоить свое преимущество Артем Лукаянов с передачи Никиты Даника реализует момент В середине второго периода Александр Шевченко смог открыть счет голам Адмирала Однако уже через четыре минуты Артем Галимов забивает третью шайбу для Акбарса в данном матче В третьем периоде Рудольф Червена сокращает отставание своей команды до одной шайбы Но сравнять счет им не удается 2-3 в пользу гостей из Казани Следующий матч на Фетисов арене прошел без больших проблем для Акбарса На 28-й минуте Илья Сафонов забивает первую шайбу И игра начинает носить более спокойный характер В третьем периоде ситуация накалилась На 51-й минуте удаление на две минуты за подножку получает Вадим Шипачев А на 52-й минуте сразу два игрока Адмирала отправились на скамью штрафников Рудольф Червены и Антон Берлев Акбарс прощать соперников не стал И на 53-й минуте Дмитрий Когарлицкий забивает вторую шайбу А на 59-й минуте жирную точку в противостоянии поставил Александр Радулов 0-3 Два матча из двух выигрывает Акбарс Следующим местом остановки был Хабаровск В первом матча Акбарс чувствовал себя уверен Уже на 9-й минуте Дмитрий Воронков забивает первую шайбу А на 10-й минуте Радулов удваивает преимущество 0-2 после первого периода В начале второго отрезка игры Дмитрий Воронков оформляет дубль в матче Но усталость не могла не отразиться на команде Белеледзинова На 29-й минуте Ян Дрозак пробивает ворота Мефтахова Спустя две минуты Александр Радулов получает удаление на две минуты И оставляет команду в трудном положении Чем воспользовались хозяева? Станислав Бочаров сокращает отрыв матча За минуту до конца второго периода Кирилл Петров забивает четвертую шайбу Акбарса Команды ушли на перерыв со счетом 2-4 В середине последней 20-ти минутки игрок Вячеслав Грецкий забивает третью шайбу Амура в матче Хабаровчане пытались давить казанцев Но четвертый раз поразить ворота Мефтахова им не удалось 3-4 после финальной сирены Команды провели очную встречу уже на следующий день Кто-то мог подумать, что зеленые не смогут вынести данный график Но это не так На пятой минуте Дмитрий Воронков открывает счет в матче А вот дальше между командами произошла драка Вячеслав Грецкий грубо свалил на Дмитрия Юдине После чего за одноклубника вступились Дмитрий Воронков и Александр Радулов Судейским решением было вынесено удаление у обеих команд Дмитрий Воронков на 5 минут, Радулов на 2 А вот Грецкий получил дисциплинарное до конца матча Далее Илья Сафонов точно попаданием удваивает счет в матче После игра стала поспокойнее Следующий гол был забит на 47-й минуте Александром Радуловым А в конце уже четвертую шайбу отправляет в сетку Дмитрий Воронков 0-4 Акбар заканчивает свой дальневосточный выезд с четырьмя победами из четырех возможных И обеспечивает себе первое место на Востоке Рубин продолжает подготовку к возобновлению сезона первой лиги 16 февраля казанцы провели встречу с Ахматом На 17-й минуте Владимир Ильин открыл счет в матче Рубин смог ответить голевой атакой лишь на 73-й минуте Мяч после прострела Самошникова в свои ворота отправил Владислав Карапузов Матч закончился ничейным результатом 1-1 Дальше Канзанский Рубин играл против московского ЦСКА Уже на 10-й минуте пенальти не реализовал игрок армейцев Хорки Хараскаль А как известно, не забиваешь ты, забивают тебе На 26-й минуте Алексей Грицаенко отправляет мяч в сетку и открывает счет голом для Рубина И спустя всего 3 минуты Олег Иванов удваивает преимущество в матче На 56-й минуте встречи удаление получает защитник казанцев Илья Самошников Но это не помогло московской команде 0-2 после финального свистка А на этом все Далее нас ожидают последние два матча Акбаса в регулярке КХЛ С Мактогорским Металлургом и Омским Авангардом А Рубин приведет свой последний матч на зимних сборах Следите за нашими обзорами Теперь переходим к студенческому спорту И начнем мы с бадминтона На этой неделе 16 февраля состоялась спартакиада вузов республики по данному виду спорта Соревнования сами прошли в один день И там же находился наш корреспондент Вадим Выборнов Далее он расскажет о самых интересных схватках и о победителях этого чемпионата Для кого-то бадминтон остался далеко за пределами школьной скамьи и игры на улице Но на самом деле это официально признанный олимпийский вид спорта В последние годы бадминтон становится все популярнее В городах по всей стране появляются новые клубы и даже целое сообщество Так активным продвижением данного спорта в массы занимается федерация бадминтона республики Татарстан 16 февраля прошла спартакиада образовательных организаций высшего образования РТ Всего участие приняло 13 вузов из Казани и университет Иннополис Спортсмены соревновались в пяти разрядах Мужской одиночный, мужской парный, женский одиночный, женский парный и смешанный Хорошее выступление в отдельных разрядах означало высокое место для своего университета Турнир проходил в два этапа – групповой и финальный Команды, занявшие первые места в своих группах, выходили в финальную часть турнира Где разыгрывали первое, второе, третье и четвертые места После проведения всех матчей лучшими сборными оказались Казанский федеральный университет и Поволжский университет Однако за счет победы в женском парном и смешанном разряде ПГУ в Ксид стал чемпионом соревнований КФУ занял почетное второе место, а бронзу забрал Казанский авиационный университет Вадим Выборнов, Рустам Габасов, Неделя спорта В Казанском федеральном университете продолжается спартакиада студентов и аспирантов На этот раз сильнейших выявляли в гиревом спорте На месте событий была наш корреспондент Екатерина Торопова и все подробности далее в ее сюжете Сила и выносливость – ключевые качества спортсмена гиревого спорта 18 февраля прошли соревнования в рамках спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ Участие приняли более 50 спортсменов из 17 институтов Каждому участнику выделялось по 10 минут зачетного времени Засчитывалось количество подъемов гирь над головой Спортсмены были распределены на 5 весовых категорий Соревновались как в личном зачете, так и в общекомандном Самый важный элемент здесь – это дыхание И по своим наблюдениям, раньше я был бегуном Скажу, что гиревики имеют гораздо больше запасов, чем бегуны В этом году впервые соревнования по гиревому спорту проходят в Большом зале Уникса Как отмечают участники, для них важно, что организация соревнований поднялась на новый уровень И Казанский федеральный университет развивает гиревой спорт По результатам, если взять, ожидания оправдались Те, которые я ожидал результаты, особенно сборники, показали Будем надеяться, что через две недели между УЗами сможем занять призовое место По итогам личного первенства результаты распределились следующим образом В весовой категории 63 килограмма победу одержал Никита Бурумбаев С результатом 45 подъемов В следующей весовой категории 68 килограмм выиграл Абдулахон Суфазода Он смог поднять гири 30 раз Далее весовой категории 73 килограмма первым стал Роман Салим Гореев, сделав 32 подъема В следующих двух весовых категориях 85 килограмм и свыше 85 килограммов Победу одержали Степан Перепеченов 20 раз и Нияс Хузин 29 подъемов В общекомандном зачете первым стал Институт управления экономики и финансов Вторым Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Третье место занял Набережно-Чельницкий институт Екатерина Торопова, неделя спорта Продолжим нашу программу теперь баскетболом И представлю гостя в студии У нас сегодня капитан женской сборной Казанского федерального университета Дарина Митюгова Дарин, тебе большой привет, рада, что ты нашла время к нам прийти Привет, спасибо большое, что пригласили Заключительная часть чемпионата АСБ нас больше всего интересует Финал уже играется на этой неделе Но давай по регулярному чемпионату пройдем Знаем то, что для вас он сложился крайне интересно Я назову так Твоя оценка вот регулярному чемпионату Да, но для нас этот чемпионат на самом деле в этом году прошел очень интересно Потому что мы проиграли одной команде, которая выиграла другую А ту команду, которую выиграли они, мы им тоже выиграли И вот как раз таки в прошлый вторник была эта игра У нас был шанс, либо мы выходим в финал четырех, либо же отсеивают нас Но в итоге мы выиграли плюс 29 очков, вышли в финал Мы были этому очень рады А в принципе по всему сезону хочу сказать, что так как в этом году командный состав у нас поменялся Но на самом деле ребята, девчонки очень хорошие попались Мы сплочились И все это мы показываем на площадке Свою сплоченность и хорошую игру Но я считаю, что для нас этот сезон прошел хорошо Ну он еще идет, будем так говорить, не заканчиваем По Кнету Каи, интересный вопрос Команда считается для нас очень принципиальным соперником Еще с 90-х, с 80-х годов идет это противостояние Как подходили, с каким настроем подходили к этой игре? То есть там было понятно Я даже сейчас вспоминаю, когда мы готовились к прямой трансляции Нам писали, что у вас есть три варианта исхода Если вы проигрываете, то вы полностью пролетаете Если вы выигрываете, но обязательно здесь но Это с разницей 8 очков, тогда с четвертого места Плюс 20, это уже третье место Ну что же, наверное, эти расклады знали? Да, конечно, у нас игры выпали Ну нам их переносили А как раз-таки до этого были каникулы Надо было собрать народ, девочек Мы усердно тренировались перед этой игрой Старались, ну чтобы все приходили на тренировки Потому что нужно взаимодействие проводить, комбинации повторять Потому что многие все равно это забывают В итоге у нас была цель плюс 8 хотя бы выиграть Но на протяжении всей игры были такие интрижки Когда мы выходили всего лишь плюс 6 Уже начинался мандраж Мы боялись, что все получится очень плохо Но девочки смогли... Ну мы смогли все собраться и тем самым выиграть Но еще отдельное спасибо хочется сказать болельщикам Мы вообще не ожидали, что они будут сидеть на трибунах Это было очень приятно на самом деле Благодаря их поддержке, мне кажется Мы выиграли плюс 29 Это вообще успех На следующий день после регулярного чемпионата У вас случился полуфинал Что там не пошло? Ну на самом деле Этого очень было неожиданно Что на следующий день уже полуфинал И у нас естественно некоторые девочки работают У кого-то учеба И не смогли отпроситься В результате чего Нас было всего лишь 8 человек в составе Мы играли не в нашем зале Это все равно сыграло Ну такой... Ну достаточно... Ну как раз таки одно из тех Почему мы проиграли? Вот, но поначалу у нас все шло более-менее хорошо Но если честно признаться Под конец сил просто вообще не было Потому что мы не успели восстановиться После игры из КАИ И то, что было мало народу Это нам сыграло вот так Такую большую шутку с нами Ну, матч за третье место Против Энергоуниверситета, если не ошибаюсь Пройдет как раз таки у нас дома в Униксе 17.30 Какие прогнозы на эту игру? Понятно, прогнозы дело неблагородное Но все-таки Очень хотим победить Потому что как раз таки Из-за того, что мы Энерго проиграли в тот раз У нас была такая неопределенная ситуация И мы хотим взять реванш и победить И показать, кто в доме хозяин Ну, будет плюс то, что мы у нас на площадке играем Мы очень надеемся, что придет поддержка И будет зал полный К следующему сезону Есть ли уже какие-то наметки? Где нужно увеличивать игру своей команды? Какие места надо закрывать? Ну, пока что над этим еще не работали У нас, потому что после АСБ в этом году Еще много баскетбола будет весной Это и факультетские, и 3х3, и СБЛ Поэтому насчет АСБ пока что не думаем Вот Ну, будем тренироваться, работать На следующий год искать новых студенток В нашу команду, чтобы пополнялось Потому что один из сильнейших игроков у нас в этом году уходит Поэтому нужно усиливаться Что ж, желаем вам только успехов И будем обязательно смотреть за вашей игрой Я напомню то, что финалы чемпионата АСБ Матч за третье место и финал Как раз таки пройдут в прямом эфире На нашем телеканале, в группе нашего канала 17.30 начнем Так что вам поддержки только от всех И ждем очень красивой игры Спасибо большое У нас в студии была Дарина Митюгова Еще раз тебе большое спасибо, что пришла Спасибо большое, что пригласили Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась неделя спорта Что будет дальше, посмотрим Поздравляем вас с наступающими праздниками Всего самого наилучшего Берегите себя и своих близких И радуйтесь жизнью Это была программа неделя спорта Увидимся, счастливо! Субтитры подогнал «Симон»